привет друзья вы на канале алчи и мы продолжаем исследовать интересные цифровые схемы и изучать программу моделирования диц а сейчас внимание на экран вот этот на первый взгляд хаотичный сигнал на осциллографе на самом деле строго детерминирован в этом видео разберемся как это работает построим 5-битный линейный сдвиговый регистр с обратной связью в диц и получим псевдо случайную последовательность которую сразу увидим как аналоговый сигнал в конце вы поймете почему форма повторяется и от чего зависит период если совсем коротко регистр сдвига с линейной обратной связью это цепочка триггеров где на каждом такте все биты сдвигаются а в первый разряд записывается новый бит исключающие или выбранных отводов теории мы еще вернемся а пока перейдем к сборке схемы начнем с одной ячейки библиотеке компонентов выбираем d trigger срабатывающий по фронту и размещаем его на схеме это базовый элемент который хранит один бит а синхронные входы пресет и clear у этого d trigger активны по низкому уровню поэтому мы удерживаем их в логической единице чтобы они не влияли на работу а для этого добавляем константы логическая единица и подключаем их к синхронным входом теперь обеспечим два режима работы для этой ячейки сдвиг и параллельную загрузку для выбора источника данных на вход d используем мультиплексор 2 в 1 и подключаем его выход входу d триггера в используемом здесь мультиплексоре при с 0 равным нулю на выход попадает вход и 0 а при с 0 равно единице выбирается вход и 1 отлично первая ячейка готова это d trigger и мультиплексор который управляет тем что подается на его d вход наш генератор будет иметь 5 бит поэтому нам нужны 5 одинаковых ячеек мы просто выделяем созданный блок и копируем его еще четыре раза размещаем копии в одну линию создавая основу для сдвигового регистра далее соединяем ячейки в единый сдвиговый регистр выход q предыдущего тригера подключаем ко входу i 0 мультиплексора следующего триггера повторяем это для всех ячеек слева направо подключим общие сигналы добавляем компонент clock generator и соединяем его выход со всеми тактовыми входами синхронизации наших триггеров теперь все триггеры будут срабатывать одновременно добавим линейную обратную связь это и есть ингредиент который превращает наш сдвиговый регистр генератор псевдо случайной последовательности для этого используем логический элемент исключающие или выходной бит для обратной связи формируем из нескольких разрядов регистра складываем по модулю 2 выходы нашего регистра а именно 5 самого последнего и 3 триггеров это соответствует примитивному полиному который вы видите на экране сам полином мы нашли в документации ссылка на который будет в описании к видео так так это неудачное решение изменим схему и можно двигаться дальше выход логического элемента исключающие или подаем на вход и 0 самого первого мультиплексора так мы замыкаем цепь обратной связи в режиме сдвига новый бит вычисляется из текущего состояния регистра и записывается в его начало нам нужен переключатель для управления режимами работы всех мультиплексоров добавляем компонент input switch и подключаем его ко всем управляющим входом мультиплексоров чтобы генератор начал работать загрузим не нулевое начальное значение сид мы используем восьмиразрядный блок дип переключателей назовем его сид и подключим его выходы входом и один всех мультиплексоров для нашего 5-битного регистра задействованы пять младших разрядов этого блока так установив нужную комбинацию на переключателях и выбрав режим загрузки мы сможем записать начальное состояние в регистр чтобы наглядно видеть состояние регистра добавим на каждый выход q-триггеров тестовые точки test points сохраняем модель запускаем режим симуляции сначала загружаем начальное значение на блоке сид ставим любую не нулевую комбинацию сейчас переключатель положение 0 и регистр работает как сдвиговый без первоначальной загрузки на всех выходах нули переключатель с вы один должен быть в положении 1 это режим загрузки через и 1 и первый же тактовый импульс загружает начальное значение в регистр теперь переводим переключатель с вы один положение 0 активируя режим сдвига с каждым тактом состояние регистра меняется и по цепочке сдвигается слева направо формируя псевдо случайную последовательность мигание индикаторов на выходе триггеров не очень информативно поэтому доработаем наше устройство добавим восьми битный цифра аналоговый преобразователь подключаем выходы q наших пяти триггеров к соответствующим входом цап от младшего бита к старшему мы используем пять младших разрядов цап а оставшиеся три необходимо подключить к константе 0 и вы конечно же помните что цап имеет встроенный осциллограф такое подключение цап с точки зрения математики упрощенное но для демонстрации формы сигнала этого достаточно правильные варианты согласования разрядностей разберем отдельно в следующем выпуске снова запускаем симуляцию предварительно загрузив начальное значение открываем окно осциллографа видим как сигнал на выходе цап скачкообразно меняет напряжение это аналоговое представление нашей псевдо случайной последовательности при необходимости настраиваем масштабы по вертикали и горизонтали чтобы лучше рассмотреть структуру сейчас вы видите как значение меняются вроде бы хаотично хотя алгоритм детерминирован в нашем варианте отводы 5 и 3 разрядов соответствует полиному который вы видите на экране мы складываем их по модулю 2 и подаем результат в начало регистра остальное сдвигается поэтому рисунок повторяется ровно через 31 шаг если увеличить разрядность регистра и выбрать правильный полином то можно значительно увеличить период и генерировать вполне себе применимые на практике псевдо случайные числа а на этом выпуск подошел к своему финалу надеюсь что информация была полезной для вас подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и напишите в комментариях какие цифровые устройства интересны для вас мы обязательно все прочитаем и подготовим новые выпуски до новых встреч